Друзья, привет! Всем прекрасного доброго утра, доброго дня! Пришло время снять новое видео. Я всегда готовлюсь, прежде чем начинать, потому что это глубинная работа, потоковая работа. Это не гадание. Я всегда делаю намерение на трансформацию тех ситуаций, тех историй, которые всплывают. Это и есть исцеление, когда мы сбрасываем внутреннее напряжение, претензии, какие-то блоки, зажимы, которые внутри нас есть. Когда мы слышим и осознаем, происходит некая распаковка и высвобождение энергии. Смотрите, я сегодня приготовилась встретить эту тему. И так как в блоге я затронула тему гордыни, давайте сделаем намерение трансформировать, разобрать, рассоздать эту негативную программу, динамику, которая разрушает наши. Также в блоге я давала практику, где рекомендовала вам оценить ваше отношение с другими людьми. Мы не оцениваем людей. Каждый живет, как хочет и расплачивается за это сам. Но мои отношения с людьми, мои коммуникации, настолько они хороши, качественны, продуктивны, или что я делаю не так, или над чем мне нужно поработать. И через это осознание, тему гордыни, это видео не будет называться гордыня, потому что на чем наш фокус внимания, то и растет, и усиливается. То есть мы поливаем энергией. Назову это видео «Отношения, окружение и эволюция». Посмотрим, что происходит в вашем поле, с теми людьми, с которыми вы общаетесь, коммуницируете, на что обратить внимание. Даже с теми людьми, с которыми вы не в контакте каждый день, а возможно вы не разговариваете, общаетесь интуитивно, телепатически. И они тоже часть вас и вашего окружения. Я рекомендую мое видео просматривать внимательно, потому что вы можете пропустить то, что должны услышать именно вы. Таким образом работают защитные механизмы психики, когда внешние какие-то раздражители, самолет, люди, они как бы вас отвлекают на секундочку, и вы не услышали. Вы пропустили самолет, летит, летит, спешит, классные новости, распаковка, да. И 15-й аркань, дьявол подтверждает, что именно так работает система, в которой мы живем. Но когда мы с вами осознаемся, мы эволюционируем. Ну что, давайте посмотрим. Отношения, окружение, эволюция. И первая карта, конечно же, конфликт. Вы конфликтуете либо с внешним окружением, сейчас в сопротивлении, но оно начинается внутри нас. Почему вы в сопротивлении? Что вы отвергаете? Что вы не принимаете? Каких людей? Какие чувства? Какую ситуацию? Сегодня я сделала намерение, что все фигурные карты будут показывать вас. Соответственно, если это мужская фигура, это речь про мужчину в вашей жизни, да, либо это вы. И примеряйте на себя. Внутренний конфликт. Что-то вы отвергаете. Когда мы отвергаем что-то в жизни? Чему мы сопротивляемся? Когда нам кажется, что мы не можем это выдержать. Какие-то страхи поднимаются. Нужно их найти, нейтрализовать, ослабить, выдохнуть. Потому что все не такое, каким кажется. Я буду газовать все, что идет. Хорошо? Десяточка Пентаклей. Возможно, речь про семейные отношения. Смотрите. Если в роду были достаточно тяжелые динамики, также это карта рода, то, вероятно, вы не хотите повторять их жизнь, трудную жизнь. Возможно, те родовые сценарии, которые вы видели, отношения, вы не хотите так. Поэтому вы сопротивляетесь этому этапу. Да, здесь карта рода, и это, в принципе, даже ваш род, вам намекает на то, что пора уже выйти. Вы где-то прячетесь, да, от чего-то. Может быть, от отношений, может быть, от разрешения какой-то конкретной ситуации. Может быть, это связано с вашей семьей, с личной семьей, с родителями, с родом. Или у них к вам уже претензии. Женись там, дорогой, не знаю, внуков нам, еще что-то. Еще что-то. Разные могут быть истории. Потому что здесь король Пентакливый. И говорят, пора вам, дорогой, великий мужчина, стать уже Пентакливым королем, стабильным мужчиной. Да, хватит быть королем жезлом. Жезлом, который скачет. Но я здесь подсматриваю карты, все уже не показываю, да. И какие-то легкие отношения. Здесь рекомендация. Рекомендация просто выйти из таких вот легких, ни к чему не обязывающих отношений. И новое начало, да. Здесь 15-й аркан, конечно, играет роль. Сейчас расскажу про него поподробнее. Настя аркан — это все зависимости, это теневая сторона, да, нашей личности, нашей структуры. И соцзависимые и зависимые отношения, так как мы сегодня говорим про окружение и отношения. Зависимость, когда вы впадаете, это может быть дружба, общение, какая-то коммуникация, личные отношения. Когда ты не можешь дышать без человека, он ушел, тебе плохо. Понятно, да? Можно прочитать даже просто зависимые и зависимые отношения. И противоположность, контрзависимые. Когда ты не хочешь вступать в отношения, потому что понимаешь, что я здесь залипну, я здесь провалюсь. И все. И я там погибну и потеряю себя. Но суть в том, что если это не проработать, естественным образом как-то само собой это не рассосется, да. И, соответственно, все мы проходим через эти стадии чистки. Сама проходила. И прекрасно понимаю, о чем здесь речь. Здесь нужно просто идти проработать это. Скажу так, когда сильное эмоциональное вовлечение человека, то есть вы влюбляетесь. Это абсолютно нормально, да. Вы можете, конечно же, залипать на это человека, но только потому, что вы долго, возможно, его ждали. И вы хотели отношений, наконец-то вы встретили тому самого, наши сдачи. Просто проработать эти аспекты. И, конечно же, это выведет вас на новый уровень общения, коммуникации, отношений, чувств, любви, глубину. И может распаковаться любовь. И я считаю, что именно таким образом это происходит. Мы не можем быть свободны от человека, как будто бы его нет. То есть что он есть, что он нет. Какой смысл от этих отношений? Нет, более глубинное эволюционное понимание. Да, я не удерживаю человека, если он хочет уйти. Я могу любить его, если он не рядом. Но, смотрите, я могу любить его, даже если он не рядом. Но я не пытаюсь его манипуляциями, каким-то шантажом быть рядом, привязать его, надеть на него наручники, чтобы он чувствовал себя так же несвободно. То есть мы понимаем, что это внутри нас происходит. Мы в несвободе. То есть освобождаемся от этих страхов, ограничений, в том числе ревность. Давайте разберем, что такое ревность. Тоже 15 аркан. Человек вас заставляет ревнувать когда? Состояние, собственно, ущербности. Смотрите, вот человек, который говорит, ты моя прекрасная, ты моя любимая, я тебя люблю, я восхищаюсь тобой, я поддерживаю тебя. Ты самая лучшая, самая шикарная женщина в моей жизни. И второй человек заставляет вас ревновать, сделать вас меньше, обесценить вас из состояния собственной неполноценности и ущербности. Вот это ревность. И когда-то я говорила, что ревность, невозможные отношения без ревности, да, это может быть в какой-то момент, смотрите, самая лучшая. Но скорее это речь про фирм, но грунт, тонкая-тонкая грань между тем, что вы допускаете в свое поле ваше отношение, что начинает вас разрушать. Потому что если вы в осознанности, вы оберегаете друг друга, вы оберегаете общее поле, которое вы создали, вы укрепляете и вы работаете над тем, чтобы усилить его. Чтобы никакие внешние действия других людей, их мнения, мысли, какие-то телодвижения в вашу сторону никак не повлияли на вас и ваши отношения. В том числе, когда дьявол в плюсе, когда вы прорабатываете те аспекты, о которых я говорю, когда в отношениях сохраняется гон, страсть, флирт, они становятся только интереснее. Все моменты, я говорю сейчас про личные отношения, тоже может быть и в дружбе, потому что в дружбе тоже есть чувства, мы можем проходить те же моменты, элементы в той или иной степени окраса, так сказать. Поэтому треугольники это тоже про ревность, когда мы подтягиваем лишних людей, соответственно, кто-то кому-то играет заместителем, треугольники нейтрализовываем. Это не значит, что нельзя дружить втроем, можно, но всегда понимаете, с кем-то вы ближе, с кем-то дальше, да, и не устраивайте конкуренцию, берегите себя, свой ресурс, своих близких. Если вы с кем-то дружите, общайтесь, искренне любите, поддерживайте. Все эти деструктивные динамики я рекомендую нейтрализовывать. Так, что же еще происходит в вашем окружении? Умение делать выбор, умение делать выбор. Умеете ли вы делать выбор? Даете ли вы советы? Задайте себе вопрос, не даю ли я кому-то советы. Возможно, нужно просто задать правильный вопрос себе, другому человеку, чтобы он что-то осознал, над чем-то задумался и принял решение сам. Никогда идти, никогда, никогда не давайте советов. Видите, как эта фраза выпрыгивает, да. Кто-то здесь не спит с ночами. Кстати, у меня тоже есть человек, который не спит ночами и мне не дает. Все думает, да. Что-то думает, смотрите. Восьмерочка мечи достаточно болезненная карта. Опять же, это подсознательно, смотрите, луна. Вытаскивай что-то из подсознания. Милая, с этим нужно уже поработать, освободить себя. И, да, смотрите, здесь вообще практика перерождения я бы порекомендовала. Теневые аспекты не дают выйти из этого разрушения. Да, смотрите. У кого-то бессонница, кому-то не спится. Кто-то сильно переживает, стрессует. Вот нужно понять, это мы как бы создаем своим сопротивлением, вот это напряжение. Когда я говорю, нужно исцелить отношения. То есть нейтрализовать напряжение, которое возникло между двумя людьми. В первую очередь оно возникает внутри нас. Когда мы что-то отвергаем в этом человеке, и хотим тренять так, как ты мог или могла. Что ты за человек? Смотрите, какие страхи. Это просто что-то невероятное. Дьявол в отношении к мусулам, когда ты любен человека, ты очень сильно боишься к нему приблизиться, потому что ты боишься быть отвергнутым. Не бойся. Все-таки император. Сегодня мне помогают разные колоды. Я делаю другую колоду, и он опять, эта колода опять начала рассказывать про этого императора, про этого мужчину, который делает выбор. внутри себя, и там нужно просто поработать, как я сказала, отпустить сопротивление, напряжение, исцелить, возможно, с кем-то разрешить, разрулить и двигаться дальше. Это вам мешает выйти на новый уровень. Карты говорят так. И давайте зададим такой вопрос. Что нужно сделать нам для того, чтобы улучшилось наше окружение, качество нашей коммуникации, наше общение с близкими, с любимыми, с теми, с кем наконец-то нам нужно найти общий язык? Первая карта. Карта кармических долгов, в принципе, долгов. Здесь понимание того, что нужно понять. Иногда мы не можем отпустить человека, нам кажется, что мы много в него вложили, да, есть такой психологический аспект. Я как бы не могу его отпустить, да, энергетически. Здесь нужно поработать на этом плане, выровнять этот баланс. Я вам даже больше скажу, как энергопрактик, да, что человек, если вы не выровняете эту историю, то он будет за вами блуждать не только в этой жизни. Соответственно, отпускаем. Это значит, что исцеляем внутри себя. Отпускаем все претензии, обиды, все, что у вас там накопилось к этому человеку. И освободите себя, перестаньте это делать, потому что чем больше вы думаете, тем больше вы вкладываете свою энергию в этот дисбаланс. Если хочется поговорить, поговорите, разрешите, отпустите эту точку напряжения, и ваши отношения выйдут на какой-то новый уровень. Да, здесь, конечно, король Пентапли, который уже мелькал, говорит, да, пора вот так вот взять свой Пентапли, не знаю, свои предложения, и двигаться. Пентапливый король, конечно, он очень медленный, но... Так, король Пентапли, он может быть очень медленный, очень основательный, там, долго думал, делать, не делать, но когда он делает это предложение, значит, все становится четко и понятно. У него все по полочкам. Приведу такой пример, который сразу я вспомнила. Мы познакомились с одним молодым человеком, это было пару лет назад, и он делал такое предложение. Он понял, что он хочет видеть меня в своей жизни. Смотрите, человек включает в вас долгосрочный план, и потом предложил поехать в Арктику, а поездка должна была быть только в конце года, то есть там месяцев через 10, наверное, смотрите. Но, тем не менее, он Пентапливый король. Почему? Здесь основательное предложение, понимание, да, и в долгосрочной перспективе, где все ясно и понятно, человек выбирает вас и в это понимает. Смотрите, да, Пентапливый король, все, он хочет что-то еще нам сказать, что ты нам хочешь сказать, скажи. Иду, говорит, с предложением. Принимать какого-то Пентапливого короля, здесь может быть предложение о сотрудничестве, также про отношения, про себя, про стабильность. Появится такой человек. Рассмотрите это предложение, потому что действительно он долго думал, долго шел, возможно, да, нулевый аркан. Если у вас какие-то были деструктивные истории с этим человеком, они обнуляются. Старая программа больше не работает, да, мне здесь прям показывают обнуление. Ну что ж, прекрасно, что нам еще нужно сделать для того, чтобы улучшилось наше окружение. Еще один король, тут уже влюбленный с чувствами. Если вы хотите улучшить ваши отношения с любимым человеком, значит, нужно узнать, чего же он хочет. здесь кубковый король чувства, у него есть 100%. Да, смотрите, речь здесь про отношения, опять же. Двойка кубкова, здесь про любовь. Смотрите, здесь такая история, кто-то скрывает скрывает свои чувства. Мне здесь подсказывают. Кто-то скрывает свои чувства. Мы не научимся открытому, искреннему диалогу, если мы будем постоянно что-то скрывать. Когда у нас наработана внутренняя ценность, уверенность, некая самодостаточность, некий энергетический потенциал на уровне четвертого центра, я всегда говорю об этом, то есть, когда я делаю диагностику, я вижу. Почему человек? То есть, блок, зажим. И мы можем сказать о своих чувствах, мы не скрываем это под семью замками. Протестируйте себя. Протестируйте себя. Это очень важно, иначе вы просто упустите свой шанс на любовь. Правильно я понимаю? Да. Да. Ну что, давайте сегодня будем уже завершать. Дети, мой голос уже изменился. Здесь про новое начало. Пересмотрите. Сделайте эту практику. Все отношения, которые вам ценны и важны, нужно исцелить. Оцените их по десятибальной, можете по стебальной шкале, как вам удобно. И что я могу сделать для того, чтобы наши отношения стали только лучше? Что я могу сделать? Начинаем с себя. Мы не сидим, не ждем, что делает другой человек. Что я могу сделать? Смотрите, выбор. Конечно же, я хочу, чтобы мои отношения были классные, я буду вкладываться и делать что-то классное, ценное для этого человека. Так сделайте это. Все в ваших силах. Поверьте, вы только вырастите. Когда мы что-то делаем для других людей, мы растем, мы расширяемся, мы эволюционируем. Мы эволюционируем.